МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев о главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Министерство обороны Российской Федерации запустило проект об участниках Великой Отечественной войны «Дорога памяти». Участки, выделенные многодетным семьям, оказались непригодны для строительства домов по причине отсутствия инфраструктуры. За чей счет будут производиться восстановительные работы после пожара в многоквартирном доме? Министерство обороны России запустило уникальный проект «Дорога памяти», участие в котором сможет принять любой желающий. Достаточно собрать сведения о своем родственнике и принести в военный комиссариат города Азова. Подробности у Иваны Пажельцевой. На территории главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье планируется открыть мультимедийную галерею, которая займет центральное место в парке «Патриот», в котором будет размещена информация об участниках Великой Отечественной войны. Также там будут находиться личные вещи, документы, награды солдат и офицеров. Открытие музея планируется к празднованию 75-й годовщины со Дня Победы. В связи с этим в настоящее время военным комиссариатам по городу Азову и Азовскому району идет активный сбор информации о родственниках, которые встали на защиту Родины в те далекие военные годы. Необходимо собрать информацию о своих ближайших родственниках, знакомых, просто знакомых. Суть этой информации заключается в том, что мы должны включить и собрать сведения о гражданине, который воевал и погиб на фронте, который умер уже здесь в наши последние годы, но проживал на территории города и района. В эту информацию включаются сведения, фамилии, имя, отчество, воинское звание, дата рождения, место рождения ветерана, дата призыва на военную службу, каким военкоматом призывался, дата гибели или смерти, какими государственными наградами награждался, если есть при наличии фотографии. К этой акции уже подключились все муниципальные образования города и района. Уже собраны сведения о 187 фронтовиках. На сегодняшний день военным комиссариатам та информация, которая собирается в школах через образовательные учреждения поступает военные комиссариаты. В военном комиссариате эта информация обобщается, систематизируется и отправляется в областной венкомат, который в дальнейшем направляется уже в высшестоящие штабы. Работа построена таким образом, что информация независима от кого и где. Самое главное, есть информация, самое главное, есть те исходные данные, которые необходимо подать. Программа анализируется, ситуация изучается, и специально есть технические средства, которые, будем говорить, некорректные записи будут отбрасывать, то бишь, дубляжа и повтора не будет. Вот в этом-то и смысл, что нужно говорить о всех, кого мы знаем, и нужно помнить всех, кто воевал в этой священной Великой Отечественной войне. Также военный комиссар отметил, что сведения о родственниках можно подавать вне зависимости от места их проживания. Вся информация будет направлена в электронную базу Дорога памяти. Самая главная задача проекта – это увековечить имена тех, кто сражался за родину, так как раньше в книгах памяти о них была опубликована очень скупая информация. Есть книга памяти, вот есть еще одна книга памяти. Мы над этим вопросом раньше работали, вот для интереса показывали. Вот граждане, проживающие в Азове, которые были, которые призывались. Вот граждане, которые призывались из Азовского района. Видите, сколько их много. Она база есть, эта база просто обновляется, эта база корректируется. Вот в этой книге есть информация только фамилия, имя, отчество и где погиб. А сегодня эта база расширяется. Говорится о том, где он призывался, откуда он призывался, какими наградами награжден. И при наличии фотографии забивается информация, загружается информация с фотографией того человека, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Для внесения информации в базу все сведения необходимо предоставить военный комиссариат по адресу город Азов, переулок Социалистический, 50, кабинет 4. Или отправить на электронный адрес Азов, нижнее подчеркивание, победа, собака, mail.ru. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Несколько лет назад, еще в то время, когда почетный гражданин Азова Сергей Бездольный занимал должность мэра, 300 многодетных семей города получили официальную информацию о выделении им земельных участков под строительство жилья. Неподалеку от ДНТ Мичурениц-3 и рядом с планируемым коттеджным поселком Донской должен был вырасти и поселок многодетных семей, где сегодня побывали наши корреспонденты. Земельные участки под строительство жилых домов с семьям Азовчан, имеющим троих и более детей, были выделены в юго-западной части города. До сегодняшнего дня земля по прямому назначению не используется. Это переулок Баженова. Рядом у нас еще два переулочка по правой стороне есть. Это переулок Карамзина и Лесково. С левой стороны у нас переулок Короленко. Улиц здесь нет, здесь только переулки у нас отмечены на карте. И вот, соответственно, мы находимся на данной территории. Слова председателя общественной организации и общественный комитет Сергея Погорелова подтверждаются данными публичной кадастровой карты России. Есть здесь и переулок Паустовского, и Михалкова. И кто-то же старался, давал переулкам имена, разграничивал участки, вбивал колышки, которые давно скрыла буйная сорная растительность. Здесь нет электроопор, вода или газопровода, нет малейших признаков какой-либо инфраструктуры. Почему коммуникации до сих пор нету, конечно, вопрос все-таки уважаемой администрации. А почему люди в такой ситуации находятся, они не могут не застраиваться, у них нет инфраструктуры прежде всего, нет электролинии, ни столбов. Может, она, конечно, где-то электролинии и под землей закопаны, мы не знаем, но, по крайней мере, визуально здесь ничего нету, кроме заросшей территории. Вроде бы постановление, вернее, даже поручение президента Российской Федерации Владимира Путина выполнено. Участки вроде бы дали. Но что произойдет через пять лет, если люди не построились? Участок этот изымается государством. Обратно земля возвращается. Что нужно людям, чтобы они построили? Хотя бы подвезти сюда коммуникации и сделать дороги. План градостроительный сделан, бюджетные деньги убиты. Вот, их зарыли вот сюда, а коммуникации не провели. Разумеется, при таких условиях построить здесь дом нет никакой возможности. Между тем, по словам представителей многодетных семей, получивших здесь землю, уже идет скупка участков. Но, как только эту землю скупят, к примеру, так же, как микрорайон Петровский, который сейчас строится здесь на лесничестве, то есть появился какой-то собственник, и туда сразу все проведут. И коммуникации, все. И будет здесь какой-то другой элитный поселок. А многодетные останутся без ничего. По соседству с виртуальным поселком и неподалеку от дачного поселка Мичурениц-3 расположен якобы поселок Донской, территория которого загажена обширной, несанкционированной свалкой. Также мы видим, что по публичной кадастровой карте здесь есть тупики, переулки и так далее, то есть земля разграничена, все. Но по факту мы видим, что здесь кроме мусорки ничего нет. Также непонятно, за какие деньги, за бюджетный ли ставился на кадастр этот поселок или нет. И вообще кто-то собирается здесь что-то делать, тоже непонятно. Фактически мы видим, что просто пустыри, свалки, здесь постоянно сжигается мусор. Что делать многодетным семьям, которые вроде бы и наделены землей по закону, но использовать ее нет возможности? Почему издаются законы, которые в итоге не выполняются? Исправить абсурдную ситуацию надеются неравнодушные граждане. Народный комитет, НКО НАБАД, также некоторые представители казачества реестрового. Мы объединяемся сейчас в союз против произвола власти, против всякого рода коррупции и так далее. Приглашаем всех общественников, которые действуют только в рамках законодательства Российской Федерации. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. В конце сентября в доме номер 9, дробь 22 по литейному проезду произошел пожар, который нанес большой ущерб первым двум этажам здания. Прошло более двух недель. В каких условиях проживают люди сегодня, узнали наши корреспонденты. Всегда было здесь хорошо, потому что уютное место, спокойный район. Но вот в последнее время стали появляться такие жильцы неблагополучные. И вот произошел у нас такой случай, это пожар. Очень сильный, очень страшный. Пережили очень много стрессовых ситуаций, много людей пострадало. И полностью второй этаж заполнен гарью, дымом уже длительное время. Дом находится в управлении муниципальной компанией «Азак», представители которой побывали здесь после пожара. Они приехали, провели собрание, предложили нам смету, сказали, что у нас очень большие долги на доме. Но это опять же не наша вина, мы это платим. Все жильцы, которые пострадали, платят вовремя. Поэтому, кроме того, что провести субботник и предложили нам козлов больше, никакой помощи не оказывают и участия практически никакого не принимают. У нас сплошные трудности. За что бы мы ни взялись, все сплошные трудности. Решаем их сами, вынуждено решать. Потому что управляющая компания, когда проводила общее собрание, у них их настрой был слышен сразу. Вы сами спалили свой этаж. Эта фраза была оскорбительна для всех. Я встала и ушла. Они принесли какую-то смету, там что-то на 147 тысяч, куда входили отделочные материалы. Но это смешно, после пожара принести смету на отделочные материалы. В коридорах стоит удушающий запах и прежде всего необходимо устранить его источник. Очистить стены и потолок от въевшейся копоти, которая ежесекундно отравляет жизнь людям. Возгорание произошло на втором этаже, где большинство проживающих – пожилые люди. Устранить последствия пожара своими силами не хватило физических возможностей. Пришлось собрать деньги и нанять клиринговую компанию. Даже некому, некому просто залезть на козлы и самим это все делать. И приходится им дышать, потому что поехать, выехать, жить в другое место некуда. И приходится дышать этой гарью. Ну и вот сегодня как раз-таки идут работы по смывке этой гари. Во время пожара пострадал и первый этаж. При тушении многие комнаты были буквально залиты водой. Вода лилась по стенам, по потолкам. Чтобы, естественно, затушить, нужно было использовать большое количество пожарной смеси. Пострадали тоже многие люди. Комната до сих пор пустует, та, которая была затоплена, потому что там даже пола сплавал в комнате. Ну и соседние комнаты. И вода доходила практически до пожарного выхода. То есть стекло очень сильно. Пострадали все. Сейчас линолеум тоже на первом этаже поднят. При этом самой большой на сегодняшний день проблемой жители считают состояние системы электроснабжения. И проводка на обоих этажах очень-очень в плачевном состоянии. На втором этаже она прям висит. То есть на уровне руки ребенка, даже если ребенок будет проходить, может дотронуться. Да, очень страшная ситуация у нас именно еще и с проводкой. Лет пять назад, еще находясь в управлении компанией «Гарант», жители дома за счет собственных средств сделали ремонт системы электроснабжения. Как оказалось, документация исчезла. Делать новую нет средств. А ведь собственникам предстоит оплачивать еще многие виды работ. С теплотой говорят люди о добросовестности. Тружениц компании «Марафет Клининг», который часть работ в качестве помощи выполнили бесплатно. Девочки нам в дар, в благодарность за наши муки или за сострадание. Без сметы чистят балкон и лестничные пролеты. Мы просим предприятия города, обратились к ним с просьбой. Обратить внимание, помочь нам материально, потому что все работы мы вынуждены оплачивать, так как на счету в управляющей компании у нашего дома денег нет, наших двух этажей. У нас есть задолжники матерые, с которыми я не знаю, кто должен бороться. Я точно знаю, что не я, не он, кто-то должен с этим бороться. К сожалению, в течение всего сегодняшнего дня нам не удалось связаться с директором управляющей компании Сергеем Лисуновым, чтобы получить его комментарии. Кто какую помощь может оказать? У кого? Одежда нам теплая не нужна. Продукты нам не нужны, слава богу, тут как-то справляемся. Но именно на все эти работы, как правило, придется за все это платить. У нас средств нет. Мы сейчас сделали только самое необходимое, что влияет на наше здоровье. Мы не будем дышать отходами после пожара и прочее. Остается добавить, что по словам начальника Азовского УСЗН Олега Фомина, по вопросу материальной поддержки пострадавшие жители могут обратиться в индивидуальном порядке. Если гражданин будет признан малоимущим, то помощь может быть выделена. В остальных случаях придется рассчитывать только на себя и на неравнодушных к чужой беде людей. Татьяна Иваченко, Алексей Покатило, Азов.Инфо. А мы продолжаем ставшую уже популярной рубрику «Мобильный репортер». Сегодня в объектив мобильных телефонов «Азовчан» попала парковка возле гипермаркета одной известной сети. Как видно, разметка на прилегающей территории совсем стерлась, и автомобили можно парковать в хаотичном порядке. Такая ситуация впоследствии может обернуться не только спорами и конфликтами среди автолюбителей, но и стать причиной ДТП. Следующее видео, которое мы предлагаем вашему вниманию, более позитивное. На улице Московской высадили молодые каштаны, а сделал это предприниматель Борис Лапигин, который ранее хотел установить ларьки возле Петровского рынка на месте спиленных деревьев, чем вызвал большой резонанс в обществе. Этим поступком Борис, по всей видимости, решил показать, что он может не только разрушать, но и созидать. Как обещал, три каштанчика красных и возле вечного огня еще лип. Посадили для города. Вы также можете стать автором видео в рубрике «Мобильный репортер». Если вы оказались очевидцем какого-нибудь интересного события либо правонарушения, снимайте видео на камеру своего мобильного телефона и присылайте на наш номер WhatsApp, который вы видите на своих экранах. 8 950 858 33 67. Будем делать новости вместе. Присланные фотоматериалы для данной рубрики не принимаются. На сегодня это все. Подписывайтесь на нас в инстаграме пульс нижнее подчеркивание Азова, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Ютуб. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. В пятницу 18 октября ясно. Температура днем плюс 17-21, ночью плюс 8-9. Ветер восточный 2-3 метра в секунду, влажность воздуха 63%. Уровень воды в реке Дон на 6 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 15 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин